Москва-Баку сегодня. Коротко о главном. В Азербайджане сегодня еще 29 человек был выявлен коронавирус. Таким образом, общее число случаев заражений на территории Азербайджана за весь период составил 122 человека. Сообщается, что один человек скончался. Как заявили в оперативном штабе при кабинете министров, это мужчина 1961 года рождения, вернувшийся из Турции. Отмечается, что 12 марта у него были диагностирована высокая температура и одышка. После госпитализации было установлено, что пациент страдает хроническим бронхитом. Взятые анализы на наличие коронавируса оказались положительными, врачам не удалось спасти пациента. На данный момент члены семьи и лица, с которыми общался, скончавшиеся, находятся на карантине. Это третий в Азербайджане случай смерти пациента с коронавирусом. Между тем, пять пациентов после лечения были выписаны. На данный момент в больницах Азербайджана остается 104 человека с коронавирусной инфекцией. На этом фоне в рамках мер по нераспространению коронавируса специальные патрули возвращают по домам лиц старше 65 лет, нарушивших запрет на выход на улицу. С ними проводится разъяснительная работа. Сегодня же стало известно, что депутаты парламента Азербайджана пройдут тесты на наличие коронавируса. Вместе с тем продолжает осуществляться возвращение граждан Азербайджана из-за рубежа. Так, сегодня из столицы Польши, Варшавы, в Азербайджан были эвакуированы 19 азербайджанских граждан. Напомним, что всего за последнее время в связи с коронавирусом в Азербайджанскую республику возвращены порядка 10 тысяч граждан. На следующей неделе планируется возвращение от 200 до 400 человек. Армения, между тем, снова усиливает режим чрезвычайного положения. Так, в автомобилях в Армении можно теперь ездить не более чем одному человеку. Сегодня число зараженных в республике достигло 290 человек. Министр обороны Армении Давид Танаян сообщил о трех зараженных военнослужащих. В этой связи в воинских частях объявлено казарменное положение. Во всех частях введены жесткие ограничения. В Грузии число заболевших достигло 77 человек, из них пятеро – дети. В России тем временем число заразившихся с каждыми сутками увеличивается. За последние сутки выявлено 182 случая заражения. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе ОБСЕ опубликовала годовой доклад за 2019 год, касающийся в том числе и предпринятых усилий по урегулированию армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. Так, в докладе говорится, что личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджи Каспшик и его группа за год провели 18 мониторингов на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск, а также пять мониторингов на границе Азербайджана и Армении, в ходе которых было обеспечено непрерывное наблюдение за ситуацией на местах. Кроме того, отмечается, что при поддержке ОБСЕ был продолжен поиск возможностей для содействия дальнейшим мерам укрепления доверия между сторонами конфликта. Отмечается, что личный представитель действующего председателя ОБСЕ тесно сотрудничал с Международным комитетом Красного Креста и Верховным комиссаром ООН по делам беженцев, оказывал содействие сопредседателем Минской группы ОБСЕ по Нагорно-Карабахскому конфликту в организации встреч на уровне министров иностранных дел Азербайджана и Армении, а также активно участвовал в подготовке встреч на высоком уровне между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении в Вене в марте прошлого года. В докладе зафиксировано, что в течение 2019 года стороны конфликта сообщили о сравнительно низких уровнях нарушений режима прекращения огня, что привело к периоду относительной стабильности и спокойствия на линии фронта. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, несмотря на бушующую эпидемию коронавирусной инфекции, пытается продавить так называемые президентские и парламентские выборы в самопровозглашенном Нагорном Карабахе. Сегодня глава правительства Армении подтвердил, что выборы в Карабахе, запланированные на 31 марта, состоятся. Также Пашинян заявил, что так называемые международные наблюдатели, прежде чем ехать в Карабах, должны будут пройти тест на коронавирус, потому что пока, по словам премьера Армении, эта болезнь в Карабахе не зафиксирована. Цитата. «Давайте договоримся о сотрудничестве с наблюдательскими организациями. Надо понять, входят ли наблюдатели в зоны риска или нет. Если да, то попросим их заменить. А до их отбытия надо провести быстрое тестирование, чтобы убедиться в том, что они не заразны», – заявил глава армянского Кабмина. Как отмечают эксперты, в то время как весь мир борется со страшным недугом, закрываются границы, по всей видимости для Пашиняна решение своих политических задач оказывается важнее любой безопасности. По мнению политологов, премьер Армении специально решил втихую, незаметно, пока международному сообществу просто не до этого провести выборы на оккупированных территориях и поставить там своего человека, чтобы закрепить свое влияние, в том числе на эту территорию, и нанести удар по карабахскому клану. Вместе с тем аналитики отмечают, что итоги выборов в Карабахе не будут признаны международным сообществом, поскольку данная территория в мире признается в качестве оккупированной части Азербайджана. Лев Лещенко вместе с супругой Ириной уже несколько дней находится в московской клинике в Коммунарке с подозрением на коронавирус. Артиста перевели в реанимацию. Накануне супруги сами обратились за помощью к медикам, после чего были помещены в клинику. У них диагностировали двусторонние воспаления легких. Звездная пара сделала тесты на коронавирус. Концертный директор артиста Олег Дмитриев рассказал порталу Москва-Баку о самочувствии певца. У Льва Валерьяновича был врач, и мы получили официальный ответ из клиники о том, что лечение продолжается. Артист все время на процедурах. Близко подойти невозможно, но я поддерживаю связь с ним. Через пару дней будут известны результаты тестов на коронавирус, рассказал Дмитриев. За здоровьем Льва Лещенко сегодня сочувственно следят в Баку, где его любят и всегда вспоминают с теплотой. Лев Валерьянович в интервью порталу Москва-Баку не раз признавался Азербайджану в любви, а также рассказывал о дружбе с Гейдаром Алиевым. Цитата. «Я всегда с теплотой вспоминаю о Гейдаре Алиеве. Иногда мне казалось, что мы родственники. Это когда он называл меня Левой. Признаюсь, в Баку у меня больше друзей и приятелей, чем в любой другой стране», — говорит Лев Лещенко. Также сегодня близкий друг семьи Лещенко, юморист Владимир Винокур, рассказал порталу Москва-Баку о том, что очень переживает за своего товарища, но уверен, что с такой поддержкой, которую он чувствует от своих друзей и поклонников, в том числе и от бакинских почитателей, артисты его супруга быстро пойдут на поправку. А на этом у меня все еще больше информации на портале москвабаку.ру и хороших вам новостей сегодня. Редактор субтитров А.Семкин